Большинство сотовых операторов России планируют повысить тарифы в следующем году. Вот вы скажите за себя, останется ли переходить на более дешевые тарифы, как-то стараться сэкономить? Наверное, нет уже, все привычно. Как было, так и останется. Потому что там все завязано на одном тарифе, и интернет, и домашний, и телевидение, и все, сейчас что-то менять, это проблемно. 900 рублей, это все в круг полностью. Я уже пыталась сэкономить. Уменьшить сумму платежа, и не получилось, потому что минуты очень мало. Сокращать пакет, наверное, буду. Перейти к другому оператору нет, я очень давно на МТС, и менять не буду оператором, я все устраиваю. Какое повышение будет для вас приемлемым, а какое уже все, за грани? Не знаете, я не знаю, сколько я плачу конкретно, я что-то ложу на счет 600 рублей, мне достаточно, но до 1000. Не хочу дорого, чтобы было. Нет, по-моему, 800 или 900 плачу. Безлимитный интернет и звонки. Я не думаю, что не сразу же в два раза повысят, поэтому сильно не почувствуем. Нет такого ответа конкретного. 750. Безлимитный интернет, безлимитные звонки по всей России. Ни в коем случае. Я вообще за комфорт. Я живу в отдаленной местности, в пригороде Хабаровска, в село Черная Речка. Для меня, наоборот, наличие интернета в принципе как такового, это важная часть своей жизни. А если повысится стоимость, какие мне варианты? Я соглашусь. Буду пользоваться, как раньше. Да нет, 1000 рублей полностью безлимит. Если будет 2000, все равно будете платить? Нет, наверное, перейду на другое что-нибудь. У меня корпоративный номер. Да, потому что все оплачивают. Я не экономлю. Нет. 400 за тариф. Все, безлимит. Это главное условие. Что? Безлимитного интернета. Если будет 800 рублей. Нет. Навряд ли скаканет цена в два раза. Да нет, все. 1200 рублей. Плюс скидка 25%, по-моему, что 90 рублей выходит не платить. Все безлимитно. Плюс копилка там. 6000 минут. Копи цели. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...